всем привет друзья сегодня вашему вниманию хочу представить небольшой обзор воблеров от усами компания усами представляет на нашем рынке воблеры уже много лет и многие рыболовы отмечают для себя очень приятное сочетание доступных цен и высокого качества производства самих приманок в огромном модельном ряде воблеров усами можно найти как маленькие совсем таки большие глубины и какие-то поверхностные как громкие таки тихие можно выбрать воблер для ловли любого нашего хищника но я сегодня хочу рассказать лишь о части этих воблеров от той части которыми интенсивно ловлю сам от той части на которую поймал много рыбы и есть много видео с рыбалок с данными воблерами первое есть две приятные новости от усами для вас появился новый цвет в народе он называется красиво и поэтично арбузик в восемнадцатом году в сезоне 2018 года компания джекал впервые предоставила нам воблеры в этом раскрасе и это был просто фурор на эти воблеры рыбачил круглый год и воблеры в таком расцвете приносили мне мои трофеи буквально круглый год мощный яркий кислотный раскрас который полностью светится в ультрафиолете является я так думаю мощным раздражителем щука который просто не пропускает арбузики есть теперь и в усами и другая новость очень также приятная усами рангубей появились снова в продаже про это секретное оружие расскажу немножко позже а пока пока мы нацелены половить голавля белый хищник уже активен и если в вашем регионе вода еще холодные на поверхности мало насекомых еды для него то скорее всего он держится где-то в придонных слоях на менее быстрых участках реки водоемов кормится он в таких случаях обычно мальком других рыб так вот чаще всего для ловли голавля используют кренки но это будет чуть позже сейчас будут хорошо работать не ножки в натуральных расцветочках отличный вариант дацию в 50 размере весом 3 грамма из заглублением достаточно значительным в силу разных возможных факторов этот воблер в среднем где-то должен нырять метр двадцать метр пятьдесят возможно где-то немножко мельче немножко глубже у этого воблера он хоть и не крэнк но ярко выраженная собственная игра потому проводить его советую медленно равномер очками и если где-то он начнет цеплять дно то голавль обязательно отметит это мощной поклевкой про мощные удары головля знают все друзья самые мощные удары головля как раз в случае придонной его ловли если водичка уже прогрелась на поверхности появились насекомые какие-то то крэнки имитирующие этих насекомых будут нам как раз то что нужно вот этот небольшой совсем крэнк ввиду высокой частоты своей игры ввиду определенного звука начинает ловить голавля раньше чем многие другие в большем размере и продолжает делать это весь буквально сезон до того момента пока голавль снова не сваливается на более глубокие участки водоемов этот совсем небольшой крэнк длиной всего лишь 25 миллиметров вес его составляет 2,6 грамма это тонущая приманка и среди всех воблеров подобного размера летит наверное лучше всех что также немаловажно при ловле голавля очень советую вообще пассивную проводку для ловли на этот воблер голавль уже подойдет к более быстрым участкам рек возможно с какими-то перекатами и вот смысл в чем смысл в том чтобы течение заставляла эту приманку играть без ваших либо каких подматываний катушкой работает просто на отлично чуть позже с первым летним теплом у голавля будет пик активности у него скоро будет нерест он будет жировать и клевать он будет просто сказочно мелкий голавлю будет клевать буквально раз за разом но есть возможность половить и трофейного кормиться он начинает самой буквально поверхности и я обычно чтобы отсеять откровенную мелочь увеличиваю размер кранков если кабуха у нас была тонущая то у сами пурин плавающий воблер с таким же приблизительно средним заглублением в пол метра но если кабуху мы ввиду разных манипуляций могли опускать ниже по горизонтам то этот воблер мы ввиду разных манипуляций ввиду темпа проводки можем поднимать выше очень хорошо работает эта приманка в моих руках на протяжках стоп-эн-го у протяжки мне больше нравится вот спиннингом немножечко протянул воблер ярко выраженная собственная игра воблер шумовой пауза он начинает всплывать и папах есть кренки я чаще всего беру в ярких цветах не знаю какие у кого условия но у нас кривом роге в жаркий период года речки ну совсем мутные потому очень хорошо ловится даже на кислотные расцветки воблеров если где-то то что я говорю кому-то кажется странным все озвучиваю строго исходя из личного эмпирического познания этих воблеров и ловли на них далее вот этот базовый можно сказать бюджетный набор по ловле голавля перекрывает достаточно большую часть всех возможных задач рекомендую нерест запрет нерестовый с лодки вы не порыбачите давайте ловить щуку с берега где она сейчас будет она уже от нерестилась отошла от нереста и будет активно кормиться но мирная рыба сейчас будет выходить на нерест идти на отмели и щука там ее уже будет ждать потому первый воблер от усами который я вам советую это воблер пули с магнитной системой дальнего заброса в размере 90 миллиметров и весом немного более 12 грамм летит реально просто сказочно воблер имеет высокую положительную плавучесть и заглубление ну примерно сантиметров 20 и то на равномерных проводках можно назвать эту приманку даже поверхностной я бы ее советовал применять не на равномерных как раз проводках а на коротеньких тычочках с паузами стараться шевелить вот воблер на одном месте все остальное он сделает за вас поклевки щуки на поверхности это чаще всего тот случай когда она полностью выскакивает из воды и поймать одну такую щуку с такой поклевкой намного ярче чем несколько поймать где-то на глубине в толще воды потому хочу сразу сказать что вы сами есть много разных поверхностных и под поверхностных приманок у сами осаи первая пуля береговая ловля должно все лететь у нас отлично пуля номер два здесь не магнитная система дальнего заброса она шариковая в размере 110 миллиметров этот воблер имеет вес чуть более 12 грамм и при этом реально отлично летит четко задано в нужное вам место этот воблер имеет определенную уникальную форму тела и игра у него также необычная он очень широко рыскает не только по сторонам но бывает и по горизонтам это приманка как поисковик после нерестовой щуки работает отлично называется она кстати говоря усами джир 110 сп следующий воблер а следующий воблер у нас усами рангубей этот воблер верьте не верьте я не хотел покупать он мне так не нравился первую такую приманку мне подарил друг в родном кривом роге на рынке терминал продавец после чего мы с друзьями едем на водохранилище карачуны в шестером рыбачить несколько часов рыбалки ни одной поклевки перебирая хаотично уже приманки добираюсь до этого воблера ну думаю поставлю первый бросок и понимаю что воблер в размере 90 миллиметров и весом чуть ниже 11 грамм летит просто отлично здесь также магнитная система дальнего заброса далеко и прицельно вторая или третья проводка мощный нереализованный удар в поводок есть даже видео с той рыбалки 3 либо 4 рыбалка и щука весом по 2 килограмма у меня в лодке в тот день я поймал 4 неплохих щуки и был один единственный с рыбой из 6 человек с того момента усами рангубей я вожу на все щучьи рыбалки касательно проводки хотел бы порекомендовать то что у меня зашло причем зашло на протяжении всего сезона она возможно немножко странная но работает совершенно хаотичные коротенькие тычочки достаточно быстрые я почему-то думаю что этот воблер начинает имитировать какого-то убегающего не знающего куда малька но это мое личное мнение касательно игры она здесь трехэтажная в разные стороны немножко по горизонтам очень маневренный и с хорошим роллингом давайте наверно возьму в руки тот свет на который ловил больше всего это пятьсот шестьдесят седьмой цвет о нем расскажу кстати чуть позже кое-что интересное рангубей в этом цвете после того как я его мы не любил он мне не нравился стал одним из моих любимчиков 90 рангубей кстати заглубление указывает производитель как одна целая восемь десятых метра но по факту на твичинговой вот такой проводки он идет меньше метра глубины метр-метр-двадцать чистой воды идеальные условия для его применения рангубе кладем в коробочку далее воблер с которым тоже много странностей у меня связано но опыт озвучиваю чистый опыт у сами кума 145 145 миллиметров длины тела 23 грамма но бояться ее не нужно на совсем не упористая любой спиннинг который будет позволять нормально бросать ее будет ее я думаю и нормально анимировать не упористая тихая с магнитной системой дальнего заброса полет отличный всю самую крупную щуку поймал я на этот воблер после приводнения закрыл дужку катушки пах за четверушная щука уже сидит были подобные случаи ловил и в проводку и к проводке этого воблера вообще как-то очень просто подходил и очень просто он дарил мне рыбу вообще не заморачиваясь либо как дерг смык протянул работает мне кажется здесь наверное играет роль правило большому куску большой рот радуется ну где-то так воблер классный медленно всплывающий для береговых задач то что нужно наверное уже подойдет и время распрета нерестовый запрет закончится рыбалка с лодки 1 лодочный вариант я посоветую воблер который уже озвучивал это тоже у сами доцу но в сотом размере почему для берега его не советовал потому что нет системы дальнего заброса и сказать что сильной стороной заброс является у этого воблера не могу но даже при не очень благоприятных условиях 35 метров я думаю с любой снасти улетит заброс нормальный но не самый дальний а вот игра в этой приманки высокотелой приманки в размере 100 миллиметров просто отличная собственная такая разбросанная такая широкая когда смотришь на картинку порой кажется что хвост куда-то в сторону уходит роллинг затухания по роллингу в общем ловит как щуку моих руках ловил так и крупного окуня лодочный первый вариант для облова небольших каких-то локальных все-таки территории сотый датсу отлично подойдет кроме всего прочего идет он где-то в районе также метра на твичинговых проводках и достаточно громкий и очень цепкие тройники так датсу на место усами и бису в 567 цвете утро вечер мощный удар пауза мощный удар отдача шнура пауза чередуем утро вечер творит чудеса этот воблер будет при такой проводке упористым нужна жесткая палка я работаю с этим воблером в паре со спиннингом фаворит x1602 h в тесте от 12 до 36 грамм в росте 183 сантиметра все получается отлично здесь шариковая система дальнего заброса воблер на такой проводке издает много колебаний много звуков толщи воды собирать как разведчика применяя этот воблер осеннюю активную щуку это вообще одно удовольствие летит хорошо но вот уговаривает на такой проводке даже пассивную рыбу мне кажется не столько как жертву она атакует этот воблер как какой-то раздражитель вот выпрашивает он эту атаку и щуки вот этот свет едловый и такая жесткая агрессивная проводка приносит рыбу мне на ура мне несколько историй потерь крупной рыбы по причине срезов последняя и бису в этом свете уже побитая ей ровно один сезон сто тридцатая бису одна из самых лучших реплик на легендарный воблер от osp asura rudra 130 сп версия плавучести также суспендер весит она 19 грамм закончить сегодняшний обзор я хотел бы репликой одной из лучших реплик в плане игры на также знаменитый очень популярный и этой причине реплик на него миллион у разных производителей джекал макс квад 115 сп вы сами есть кума 115 сп также суспендер 16,6 заявлен его вес резко набирающий заглубление уходящих где-то примерно метра на полтора хотя указано производителем заглубления один метр идет он глубже очень отзывчивый очень чувствительный к любой вашей манипуляции подобными воблерами как оригинальным так и реплика мне кажется поймать сможет любой самое главное забросить его в перспективное место проводки разнообразные видел как люди троллят на него сам иногда пробовал и пробовал результативно у сами куба знакомым уже очень давно и часто он присутствует среди числа любимчиков у многих рыболовов этот воблер не поддается времени он не стареет он вот как классика усами кума как одна из лучших реплик на джекал макс квад 115 сп громкий шумный с отличной игрой на этом друзья буду заканчивать небольшой обзор воблеров усами хочу отметить только одно обратите внимание на эти роскошные цвета которые вы видели по ходу всего видео и обязательно отмечу то что у сами все-таки прислушивается к нам как к своему потребителю устанавливая мощные тройники на свои воблеры и создавая новые популярные цвета всем большое спасибо за внимание всем них восстаний чешуи до скорых встреч